Коронавирус акциям протеста в Армении не помеха. В Ереване не утихают митинги. На этот раз недовольство политикой властей выражают бывшие сотрудники одной из компаний. Требование простое – обеспечить их работой, а именно открыть амолусарский рудник. Полиция попросила собравшихся у правительства разойтись. Согласились при условии, озвучат заявление в адрес премьер-министра Никола Пашиняна. К последнему они обращались еще два месяца назад. Ответа так и не получили. «Судя по вашему молчанию, складывается впечатление, что вы забыли о том, что амолусар и прилегающие населенные пункты находятся на территории Республики Армения, и вы считаете поднятые проблемы внутренним вопросом иностранного государства и иностранного народа. Напоминаем вам, что мы являемся полноправными гражданами Республики Армения. Мы не чувствуем, что государство хочет решить наши проблемы справедливым и законным путем. Более того, мы подозреваем, что Кабмин жертвует нами ради некоторых экономических и социальных интересов». Вопрос открытия молчанского рудника в Армении проблемный. Экологи считают его эксплуатацию опасной для окружающей среды. Возмущение специалистов усиливает тот факт, что армянские власти утверждали проект работы месторождения, не проведя предварительный анализ рисков, а доверившись оценкам иностранной компании. Гарантии безопасности, предоставленные экспертами, экологи назвали ненадежными и необоснованными. Последние два года территория, на которой расположено месторождение, блокируется активистами. В целях давления на руководство Армении горно-промышленная компания «Лидин Интернешнл» пригрозила армянскому правительству международным арбитражем, в котором Армения может потерять около 2 миллиардов долларов в качестве штрафа. Премьер-министр этой страны Никол Пашинян в прошлом году обещал вопрос решить и даже провести новую экспертизу. Впрочем, дальше слов дело, как обычно, так и не сдвинулось. Михребан Гасумова, CBC.